История шестилетнего Алёши Шимка, погибшего в ДТП весной этого года, обрастает новыми подробностями. В распоряжении журналистов оказалась характеристика ребёнка, сделанная в детском саду, который он посещал с мая 2013 года. Независимый медицинский эксперт, представляющий интересы родителя мальчика Романа Шимка, заявил, что Алёшу хотели признать аутистом. По его словам, подобной точки зрения придерживались специалисты дошкольного учреждения воспитатель, психолог и логопед. Отец пьяного мальчика заподозрил подмену результатов финальной экспертизы в документе, который цитируют в СМИ. Сообщается о том, что Алёша был направлен в логопедическую группу в 2014 году с заключением «Общее недоразвитие речи. Один уровень». В характеристике утверждается, что у мальчика не были сформированы временные и пространственные представления. Он не владел обобщениями и не мог устанавливать причинно-следственные связи. Как отмечают эксперты, ребёнок страдал от слабой концентрации и избегал зрительного контакта. По их наблюдениям, Шимка редко использовал самостоятельную речь и не обладал большим словарным запасом. В то же время сотрудники дошкольного учреждения полагали, что Алёша был не конфликтным и добрым, а также выполнял инструкции взрослых и находился в устойчивом хорошем настроении. Независимый медицинский эксперт заявил журналистам, что заключения специалистов в документе попадают под описание расстройства аутического спектра. Однако в посмертной экспертизе, которая имеется на руках у представителей Романа Шимка, не обнаружено отклонений в мозге мальчика. Специалист также поведал, что Алёша в 6 лет умел кататься на двухколёсном велосипеде и ежедневно посещал детский сад. Под давлением Романа Шимка в дошкольном учреждении переделали документ, изменив его содержание. Однако фразы о том, что Алёша избегал зрительного контакта и у него не были сформированы пространственные и временные представления, убирать из текста не стали. После этого, как утверждает независимый эксперт, заведующая Ирина Леонтьева заявила, что ей поступило приказание сверху дать именно такую характеристику. Сейчас бумага находится в органах опеки и представители Романа Шимка опасаются, что против него в любой момент могут начать новые разбирательства и даже отобрать второго сына. Журналисты связались с руководством дошкольного учреждения, которое посещал Алёша. Выяснилось, что его заведующая Ирина Леонтьева скончалась от онкологического заболевания. Ее заместитель заявила, что Романа Шимка устроила выданная характеристика, которую можно совершенно по-разному интерпретировать. Женщина подчеркнула, что при составлении документа на сотрудников детского сада не оказывалось давления, а у Алёши действительно были особенности развития, которые могли бы исчезнуть при дальнейшей работе с ребенком, пишет газета РУ.